Добрый день, уважаемые студенты! Сегодняшняя тема посвящается договору купли-продажи, а также их разновидностей. Сегодняшнюю видео лекцию буду читать я, старший преподаватель, кандидат юридических наук Уан Шпаева Саулия Уралханна. Итак, тема нашей сегодняшней видео лекции договор купли-продажи. Что такое договор купли-продажи? Договор купли-продажи это когда одна сторона, продавец, обязуется передать другой стороне покупателю определенный товар за оговоренную в договоре сумму. Купля-продажа бывает разных видов. Одна из главных разновидностей это оптовая купля-продажа и розничная купля-продажа. Вообще договор купли-продажи классический институт гражданского права и в нем рассматривается семь основных институтов. Электроснабжение договор, контрактации, поставки, розничные купли-продажи, операция РЭПО, продажа предприятия. Все это является видами договора купли-продажи. Договор купли-продажи является двухсторонним договором, является консенсуальным. Для заключения договора купли-продажи мы предусматриваем письменную форму договора, в некоторых случаях устную. Например, при розничной купли-продаже достаточно передать товар и получить за него чек. И это совершается в устной форме по договоренности сторон. Есть сложные более, когда заключается нотариально удостоверенная форма, письменная, литеральная форма. Это, например, когда идет продажа предприятия, то этот договор уже заключается в письменной форме. Итак, договор купли-продажи. Одна сторона продавец обязуется передать имущество товар в оперативное пользование или хозяйственное ведение, другой стороне покупателю, а покупатель обязуется принять этот товар и оплатить стоимость в определенную денежную эквиваленте, в определенной денежной форме оплатить стоимость. Второй вид договора купли-продажи — это розничная купля-продажа. Здесь продажа осуществляется в целях предпринимательской деятельности по продаже товаров. Когда покупатель обязуется оплатить, а продавец обязуется передать обычное для пользования, для семейного пользования, для личного пользования товар, вещи. Это мы называем розничная купли-продажа. Следующий договор — договор поставки. Особенность этого договора в том, что одна из сторон является предпринимателем, и в таком случае передать в обусловленный срок и сроки производимые или закупаемые эти товары покупателю для использования в предпринимательских целях. То есть это не личное использование, как в розничной купли-продаже договора, ни для семейного использования, ни для домашнего использования, а в предпринимательских целях. Это крупные промышленные товары, в крупных оптовых количестве, ассортименте, стоимости, то есть для промышленных предпринимательских целей. Далее идет договор контрактации. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется выращенную, произведенную им сельскохозяйственную продукцию передать заготовителю, лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или же продажи. Особенность договора сельскохозяйственной контрактации является в том, что она заключается в определенные сроки и в основном в сельскохозяйственной сфере. Например, выращенную кукурузу, яблоки, летом сезонно поспевающие сельскохозяйственная продукция передается на продажу в дальнейшем. Одна сторона покупатель, другая сторона продавец, продавец сельскохозяйственной продукции, которую он сам произвел и продает. Можно иногда где-то закупает и тоже передает. Все это является видом контрактации, договора контрактации, который является видом купли-продажи. Следующий договор – договор электроснабжения. Это тоже один из видов договора купли-продажи. В основном заключается в сфере поставки, продажи электроэнергии. Абонентом является покупатель, продавцом является поставщик электроэнергии. Организация обязуется передать абоненту-потребителю через присоединительную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации доходящихся в его введении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. Это всевозможные приборы, это всевозможные электрические счетчики, трансформаторы, генераторы, которые передают электроэнергию, электрическую энергию потребителям. Следующий договор – договор продажи предприятия. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятия, в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передать другим лицам. По договору продажи предприятия, когда продается предприятие, заключается тоже договор купли-продажи, объектом этого договора является предприятие, как имущественный комплекс. Стороной является продавец и покупатель, тоже является двухсторонним договором, литерально заключается, нотариально оформляется, письменная форма соблюдается. Следующий договор – операция РЭПО. Это договор, который состоит из двух частей. Первая часть – открытие РЭПО, вторая часть – закрытие РЭПО. Это сравнительно новый договор в гражданском праве, можно назвать его новеллой, так как он введен в 2022 году, и вот он действует в 2023 год, вот мы в 2024 год используем. Сравнительно самый молодой договор, в первой части одна сторона, продавец РЭПО обязуется в срок, установленный договором, передать собственность другой стороне покупателю РЭПО, ценные бумаги и иные финансовые инструменты, а покупатель РЭПО обязуется принять эти ценные бумаги и или финансовые инструменты и уплатить за них определенную денежную сумму открытия РЭПО. В основном этот договор заключается на фондовой бирже на рынке ценных бумаг. Сделки, связанные с ценными бумагами, мы называем РЭПО. Дальше, эта операция РЭПО состоит из двух частей. Вторая часть – покупатель РЭПО обязуется в срок, установленный договором, передать собственность продавцу РЭПО ценные бумаги и или финансовые инструменты, а продавец РЭПО обязуется принять эти ценные бумаги и финансовые инструменты и уплатить за них определенную денежную сумму. Это мы называем закрытие РЭПО. Открытие и закрытие РЭПО. Новый договор, он зарекомендовался себя как самый такой успешный, потому что на фондовой бирже у нас заключается сделки в форме договора РЭПО. Вот мы с вами сегодня озвучили все виды договора купли-продажи. Основные характеристики купли-продажи – возмездный договор, конечно же, купли-продажи, двухсторонний договор, стороны называются покупатель-продавец, литеральный, вербальный иногда в форме бывает, письменный, устный. В основе лежит реальная вещь. Электроэнергия, конечно, сложно назвать вещью, потому что электричество мы не можем потрогать руками, потому что в розетку если пальцы засунуть, то можно только получить удар электрический. Но тем не менее электроэнергия – это вещь. С точки зрения гражданского права, это реальная вещь, электроэнергия имеет свою стоимость, оплачиваемый объект. Поэтому в основе гражданского правового договора купли-продажи всегда лежит реальная вещь, мы так говорим. Поэтому идет вещь и стоимость за эту определенную вещь. Вот мы с вами рассмотрели семь видов. Спасибо большое за внимание, благодарю за внимание.